Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, в том числе и выходные, мы постим и размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь. Сегодня на повестке экономического календаря более-менее значимая статистика среди тех релизов, которые у нас будет возможность проанализировать на этой неделе. Конечно же, мы все понимаем, что эти макроэкономические отчеты не значат практически ничего, если их сравнивать с заседанием американского регулятора, которое состоится на следующей неделе в среду. Вот это событие точно станет источником серьезнейшей волатильности и заранее, друзья, обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Напоминаю, что как бы вы не торговали, под совокупностью всех сделок вы не должны превышать, причем выше чем 1 к 10. По поводу текущих релизов. В 12.30 по GMT выйдут данные по заказам на товары длительного пользования. Эта статистика поможет нам снова оценить с учетом новых вводных текущее состояние американской экономики один из секторов. Ну и попробовать порассуждать на тему, повлияет ли этот релиз на фактическое решение американского регулятора по дальнейшим действиям, касающихся ужесточения монетарной политики. До конца этой недели нас будут ждать еще годовые данные по ВВП. Это отчет завтрашней торговой сессии. И под конец недели, собственно, еще блок макроэкономических данных, личные доходы, личные расходы, мичиганский индекс, тоже как дополнительные вводные текущие оценки ситуации в американской экономике. Индекс доллара на данный момент торгуется на отметке 101.55. Я думаю, что до заседания Федрезерва особо ничего не изменится. Поэтому не нужно рассчитывать на какие-то острые реакции рынка, на те релизы, которые были перечислены. Скорее всего, мы будем наблюдать проторговку и консолидацию этого инструмента в диапазоне 101-102 пункта, а может быть даже еще в более узком коридоре. Что касается того, что рынком сейчас закладывается в плане жена-дем повышения процентной ставки. Я думаю, вы помните, что даже на основании инструмента Федвотч сейчас все ждут повышения процентной ставки на 25 байсных пунктов. Но если еще пару дней назад мы с вами говорили о вероятности такого сценария чуть ли не в 90%, сейчас ситуация начала меняться. По данным инструмента Федвотч, вероятность повышения ставки на скромный шаг в 25 байсных пунктов на текущий момент составляет уже 76%. И, соответственно, 24% трейдеров считают, что ставку уместно оставить на прежнем уровне. Я прекрасно понимаю, что 76% это все равно очень много. Но мне приятно осознавать то, что количество сторонников целесообразности все-таки в ожидательной позиции американского регулятора на заседание в следующую среду увеличилось, потому что я уже ранее отмечал, как раз отношу себя к лагерю тех трейдеров, которые считают, что сейчас не нужно дополнительно создавать нагрузку на экономику, повышая стоимость заимствования. Риски экономические рецессии американской экономики увеличиваются. И, опять же, если на этой неделе мы получим по большинству релизов, перечисленных в начале моего выступления, слабые данные, то, думаю, что о последствиях высокопроцентной ставки будут говорить чаще. И здесь мне снова вспоминаются слова Гарри Гунглуха, короля облигации Wall Street, который еще несколько месяцев назад прогнозировал, что для американской экономики очень тяжелыми будет конец этого лета и осень. Он ожидает еще одну серьезную волну волатильности на рынке долговых бумаг. Соответственно, это может отразиться кризисом для банковского сектора. Мы знаем, что американский банковский сектор сейчас крайне уязвим перед подобного рода колебанием и со всеми вытекающими уже последствиями для, в том числе, курса американского доллара. Пока что я сторонник того, что доллар останется под давлением. И даже если ФРС все же пойдет на повышение процентной ставки, я очень рассчитываю услышать формулировки о том, что уже пора завершать текущий цикл ужесточения политики и, может быть, будет уместно под конец года рассмотреть возможность снижения ключевой процентной ставки. Золото. 1994 доллара за тройскую унцию. Ну, согласитесь, друзья, то, что золото тянет сейчас к психологическому сопротивлению 2000. И то, что мы многократно тестим этот уровень, доказывает, что какого-то следующего фундаментального триггера, ну, под каким-то, я имею в виду, заседание американского регулятора, может быть более чем достаточно, чтобы золото оказалось существенно выше данной планки. Я по-прежнему прогнозирую движение золота в районе 2050 долларов за тройскую унцию и потенциально выше. Индекс настроений не меняется 65% против 35-65, соответственно, в продажах. Среди позитивных факторов стоит отметить остающийся под давлением американский рынок долга, в частности, снижение доходности американских облигаций. И последний отчет от Всемирного совета по золоту, который вот решили с большим временным лагом, ну, отчитаться по темпам скупки золота со стороны ключевых регуляторов мира в прошлом году. Так вот, покупки золота увеличились больше, чем на 150%, но мы все прекрасно понимаем, что этот интерес был обусловлен экономическими и геополитическими рисками. Ну, эти риски никуда не делись и сейчас, поэтому допускаю, что интерес к золоту останется на повышенном уровне, особенно при таких ценах, как на данный момент 2000 долларов за тройскую унцию. Доллар японская иена 133.52, снижение продолжается. Надеюсь, что пара уже развивает вот это медвежье долгожданное ралли, в результате которого, в конечном счете, этот дуэт финансовых активов протестирует поддержку 130 иен за доллар. Очень интересный компонент инфляции, который вышел вчера, инфляция в сфере услуг для бизнеса, показала рост в годовом выражении на 1,8%, это максимум за 8 лет. И ранее я уже комментировал последние данные по общей инфляции в Японии, сделал большой акцент на базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные компоненты, такие как продовольственные товары, цены на энергоносители. И рассчитываю, друзья, то, что в эту пятницу, когда состоится заседание Банка Японии, все же регулятору придется признать сохраняющиеся, значительно сохраняющиеся риски усиления инфляционного давления. И если эти проблемы будут признаны, мы фактически будем интерпретировать такого рода комментарии, как подготовка к отказу от мягкой экономической политики при новом руководстве уже японского регулятора. Я рассчитываю на то, что пара доллар-иена продолжит дальше снижаться. Цели ранее были обозначены, это 130 иен за доллар и потенциально ниже. Европейская валюта против доллара 1.09.76 тоже здесь нужен, крайне нужен фундаментальный драйвер. Придется ждать уже следующую неделю заседания Европейского центрального банка и заседания Федрезерва. Пока что опираемся на риторику в целом руководства европейского регулятора касательно уже куларного, можно сказать, даже озвученного решения о том, что ставка будет повышена как минимум на 25 балестных пунктов. Хотя многие считают, что уместно даже поднять ее на 50 балестных пунктов. Я думаю, что европейская валюта останется крайне интересным инструментом для большинства трейдеров, поэтому сохранит потенциал роста выше отметки 1.10. И по британской валюте 1.24.14 текущей котировки ждем роста выше уровня 1.25. Среди релизов вчерашнего дня, ну в принципе, вы знаете, что не было ничего интересного. Единственное, что можно отметить отчета относительно продуктовой инфляции. Это тоже компонент общего индекса потребительских цен. Стараюсь найти для вас информацию из разных источников. По опросу, общественному опросу, продуктовая инфляция выросла в прошлом месяце в годном выражении на 17,3%. Это доказывает то, что инфляция в Англии останется на крайне высоких значениях, двухзначных уровнях. И поэтому еще одна мотивация, дополнительная для британского регулятора, так же, как и для ИЦБ и для других центральных банков, которые борются с инфляцией, повышать процентную ставку. Для фунта это потенциальный триггер дальнейшего восстановления. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!